В марте 62-го, полвека назад, в ЦК поступило вот это письмо. И почти сразу же советское правительство объявило официально 12 апреля государственным праздником Днём космонавтики. Автором этого обращения был Герман Титов. Популярность в мире второго космонавта планеты была не меньше, чем у первого. Но для истории это не важно. Имя Германа Титова со временем начнут забывать. Хотя первым мог быть и он. Тогда шансы на полёт у них с Гагарином были равны. В журнале первое обследование Гагарина и Титова было проведено 2 апреля. И вам тоже никто бы не сказал, что летит Гагарин. Нет, и только 10 числа в воздухе уже носилось. Вы знаете, что такое в воздухе носится? Один сказал. И второй. Похоже, что полетит первым Юра. Но Герман тоже здесь. Руководство сомневалось до последнего. Кто полетит? Гагарин или Титов? Родственники. Имя космонавта узнали, как и вся страна, из радиосообщения. Левитан должен был произнести фамилию. Я замерла. Юрий Алексеевич говорит. И я так, всё, у меня всё напряжение упало. И, в общем, я обрадовалась, что это не он. Вопрос, почему он не первый, Титова задавали часто. Говорят, когда на стол Хрущёву положили два личных дела, Гагарина и Титова, он не читая сразу возразил. Герман — не русское имя. Народ не поймёт. По мнению специалистов, которые в те годы работали на космодроме, причина вовсе не в имени. Королёв специально оставил Титова как более подготовленного для сложного задания. Кстати, так считал и первый космонавт планеты Юрий Гагарин. Абсолютно Гагарин не лукавил, когда говорил, что Титов может быть даже лучше подготовлен, чем я. Корабль «Восток-2» с космонавтом Титовым стартовал 6 августа 1961 года. Его полёт длился 25 часов. Он впервые прожил на орбите полноценный день. Ел, спал. Это был очередной грандиозный рекорд человечества, но всё же не первый шаг в космос. Я ему там начинаю убеждать его, что ты замглавкома космических войск, туда-сюда и третий десятый. Он мне задает вопрос, кто открыл Америку? Я говорю, Колумб. А кто был вторым? Я говорю, не знаю. Во. Понял. Через 19 лет после исторического полёта Герман Титов сам себе отвечал на вопрос, почему не он. В первое время было трудно отвечать на этот вопрос, а теперь вот по прошествии 20 лет я могу сказать совершенно однозначно, что просто по характеру своему, по складу, по своему общению с людьми Юрий всё-таки больше подходил для первого полёта. Год назад по решению ООН 12 апреля объявили международным днём полёта человека в космос. Сегодня этот день отмечают во всём мире. А началось всё 50 лет назад с обычного письма космонавта номер 2 Германа Титова. Ксения Зима, Артём Лебедь, студия Роскосмос, Вести. Субтитры подогнал «Симон»